Здравствуйте дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как себя чувствуют финансовые рынки в середине рабочей недели. Поговорим мы с вами про протесты, которые проходили в Москве и по всей стране. Обсудим мы обещания президента, которые он дал во время послания федеральному собранию. Поговорим про дивиденды российских компаний, на какие акции стоит обратить внимание. Ну и также мы поговорим с вами о торговле валютой на бирже. В общем досмотрите видео до конца, будет интересно. Но начнем мы с вами по традиции ситуации на финансовых рынках. Основные цифры основных экономических показателей. Нефть марки Brent снизилась до отметки в 64 доллара за баррель. Золото все так же торгуется на отметке в 1785 долларов за тройскую унцию. Индекс S&P по-прежнему торгуется вблизи своих максимальных значений, располагается на отметке в 4160 пунктов. Индекс ММВБ также находится вблизи своих исторических максимумов, располагается на отметке в 3595 пунктов. Биткоин упал до 55 тысяч долларов. В общем-то после падения на прошедших выходных биткоин продолжает оставаться под давлением и потихонечку сползает все ниже и ниже. Индекс доллара держится в районе отметки 91 после довольно серьезного снижения. Курс доллара на московской бирже против российского рубля чуть снизился и располагается на отметке 75 рублей 60 копеек. Ну а теперь давайте к новостям. Собственно, первая новость это Минэкономразвитие понизило прогнозы роста ВВП в России на 2021 год. Ранее предполагалось в Минэка, что рост экономики российской в 2021 году составил 3,3%, но они скорректировали показатель до 2,9%. По итогам 2020 года снижение ВВП России составило 3,1%. То есть получается в прошлом году мы упали на 3,1%, в этом году вырастим на 2,9%. То есть по сути за два года около нуля и даже с небольшим знаком минус. В сентябре Минэкономразвитие прогнозировало спад российской экономики в 2020 году на 3,9%, но все-таки снизились мы несколько меньше на 3,1%. И кстати, именно то, что в 2020 году по цифрам статистики получилось падение несколько меньше, чем ожидалось, именно поэтому был понижен прогноз на 2021 год. Но опять же по итогу двух лет мы все равно остаемся с небольшим таким символическим знаком минус. Ну и всем прекрасно понимаем, что это официальная статистика, это официальные данные и многие, я уверен, с этими данными, конечно же, не согласятся. Источник Минэкономразвития по этому поводу сказал буквально следующее. Здесь надо смотреть не только на 2021 год, а на 2020-2021 годы, потому что часть отскока перенесена была на 2020. Прогнозы ВВП в 2021 году подкорректировали до 2,9%, предыдущая цифра 3,3% с учетом того, в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+. Ну вот такие вот заявления, но опять же около нуля мы торгуемся. Теперь давайте немножко поговорим про дивиденды, друзья мои. Традиционно весенний-летний период это пора выплаты дивидендов по многим российским компаниям. И вот буквально несколько компаний за последние несколько дней объявили о выплатах своим акционерам. Новолипецкий металлургический комбинат объявил дивиденды за первый квартал 2021 года. Размер дивиденда составит 7,71 рубля на одну акцию. Квартальная доходность получается чуть меньше 3%. Последний день для покупки акции НЛМК с целью получения дивидендов за первый квартал это 21 июня 2021 года. Крупнейшая российская золотовывающая компания Полюс выплатит дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 387 рублей 15 копеек на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты чуть меньше 2,5%. Это за полугодие. Окончательное решение по выплатам примут акционеры компании на годовом общем собрании, которое должно состояться 27 мая. Закрытие реестра на получение дивидендов это 7 июня, а последний день для покупки ценных бумаг это 3 июня. И надо сказать, что пока годовое собрание акционеров не утвердило эти дивиденды, но в России, как правило, эта процедура носит такой очень формальный характер. Если совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, то они действительно будут выплачены. Ну а для тех, кто не в курсе, почему дата закрытия реестра 7 июня, а бумаги надо купить самая поздняя 3 июня, это потому что в России на московской бирже торги бумагами проходят по режиме Тед плюс 2, так называемым. Это когда мы покупаем бумаги с вами сегодня, но они сегодня не становятся условно говоря нашими, они сегодня не попадают к нам в депозитарий, они попадут в депозитарий только через 2 дня. Поэтому бумаги под выплату дивидендов нужно покупать за 2 рабочих дня до даты закрытия реестра акционеров. Будьте внимательны и обращайте внимание на эти даты, когда вы покупаете бумаги под дивиденды. Лукойл одна из самых интересных дивидендных бумаг российского рынка, который многие годы регулярно повышает свои дивиденды, там за крайне-крайне редким исключением, также объявили финальные дивиденды за 2020 год. Компания ранее уже выплачивала промежуточные дивиденды за 2020 год в размере 46 рублей на одну бумагу, ну а сейчас было принято решение окончательные дивиденды выплатить в размере 213 рублей. И ТОГО суммарный дивиденд за 2020 год составит 259 рублей. Последний день, когда нужно купить акции Лукойла под дивиденды, это 1 июля, друзья мои. Ну и одна из моих любимейших дивидендных компаний российского рынка, это Магнитогорский металлургический комбинат, объявил дивиденды по итогам первого квартала, рубль и 79 копеек на одну акцию. ММК является одним из крупнейших мировых производителей стали, он определился с квартальными дивидендами, совет директоров рекомендовал выплатить соответствующую сумму своим акционерам, доходность выплаты составляет чуть больше 2,5%. В общем, ММК, Лукойл, НЛМК, друзья мои, покупаем. А скоро, кстати, мы с вами еще и сможем покупать на московской бирже валюту не по 1000 долларов и 1000 евро, как это было ранее, а по 1 доллару и по 1 евро. И вот этот процесс, он запустится уже 26 апреля. Московская биржа даст инвесторам возможность совершать мелкие сделки основными мировыми валютами в долларах и евро. Минимальная сумма будет снижена в 1000 раз. Соответственно, раньше минимальная сумма для покупки валюты долларов или продажи долларов была 1000, в одном лоте была 1000 долларов. По евро, соответственно, это была 1000 евро. Сейчас, соответственно, это будет 1 доллар и 1 евро соответственно. Ну и надо сказать, что торги проводятся в период с 7 утра до 23 часов 50 минут по московскому времени. Поэтому, в общем-то и целом, станет крайне удобно обменивать валюту просто для каких-то своих бытовых, может быть, задач. Просто для того, чтобы там, не знаю, просто нужно поменять какую-то валюту для поезда за рубеж, для покупки, может быть, каких-то товаров, для покупки каких-то конкретных бумаг. Потому что, действительно, ранее для многих российских инвесторов не совсем было удобно менять валюту на бирже. Да, они шли по традиции в обменники или меняли валюту в своих мобильных приложениях, в своих банках, например. Но это было, и было это связано с тем, что как раз-таки минимальный лот был 1000. Да, если тебе нужно там купить или продать 100 долларов, 200, 300, соответственно, на бирже это сделать было нельзя. А на бирже, кстати, друзья мои, покупать валюту максимально выгодно. Поэтому, если вы думаете о том, где вам обменять валюту, есть такая потребность в покупке долларов, в продаже долларов, в покупке евро, в продаже евро. Я, однозначно, не рекомендую пользоваться услугами обменных пунктов, где очень большая разница между ценой покупки и продажи. И также я бы, честно говоря, не рекомендовал пользоваться онлайн банкингом, да, там мобильным приложением банком. Потому что там тоже зачастую разница цен покупки и продажи, она может быть очень высокая и сильно зависит от вашего банка. А вот на бирже вы меняете валюту по биржевому курсу. И то, что сейчас там можно будет делать буквально от одного доллара, это на самом деле очень и очень круто. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну и еще одна приятная новость, ее нам подкинуло с вами Министерство труда, которое сейчас рассматривает предложение увеличить продолжительность майских праздников уже в этом году. Об этом заявил глава Министерства Антон Котяков. По словам министра, предложения в том числе поступили от депутатского корпуса, они еще находятся на рассмотрении. По ним решения еще пока не были приняты. Но вообще, понятное дело, что если такие предложения есть, то есть высокая достаточно вероятность, что они будут приняты. Подобный сценарий развития событий среди прочих подготовил для правительства еще Роспотребнадзор в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Вот такая вот, друзья мои, хорошая новость. Кстати, по официальному сейчас публикованному трудовому календарю или календарю праздников, кому как больше нравится, в 2021 году мы с вами отдыхаем с 1 по 3 мая. Потом, собственно, у нас будет там рабочая неделя и с 8 по 10 мая это будут тоже три выходных дня. Соответственно, дни с 4 и по 7 официально сейчас пока являются рабочими. Но если Министерство труда примет решение увеличить праздники, то отдыхать мы с вами будем с 1 и аж по 10. Вот, кстати, напишите ваше мнение насчет вот этих огромных праздников. У нас практически такие вторые новогодние получатся. Что вы думаете? Хорошо это? Плохо? Для экономики? Для бизнеса? Для вас конкретно? Конечно, понятное дело, что если вы сидите где-нибудь в какой-нибудь госструктуре на окладе, то вам чем больше выходных, чем больше всевозможных праздников, тем лучше. Но, наверное, люди, которые занимаются бизнесом, люди, которые занимаются каким-то трудом, оплата которого зависит от их усилий, сейчас скажут, блин, опять те огромные праздники, опять не будет возможности зарабатывать. Но, с другой стороны, будет больше времени для того, чтобы провести его с семьей, с родственниками, может быть, все-таки куда-то съездить, хотя куда сейчас съездишь, да? Только если в Сочи и в Крым. Но, друзья, мы с вами столько не зарабатываем, честно говоря, чтобы ездить в Сочи и в Крым. Ну, я точно не зарабатываю столько, я не знаю, кто эти олигархи, которые ездят в Сочи и Крым отдыхать в нашей замечательной стране. Ладно, давайте поговорим вот о чем. Буквально накануне в России по всей стране, практически в крупных городах, проходили достаточно масштабные митинги. По данным полиции, по данным, которые приводятся в официальной статистике, почти полторы тысячи человек были задержаны в России в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального. Алексей Навальный уже 22 дня держит голодовку и требует допустить к себе врачей, жалуясь на состояние здоровья. Митинги прошли, по меньшей мере, в 20 крупных российских городах и по независимым оценкам собрали десятки тысяч людей, несмотря на предупреждение властей о недопустимости незаконных акций, а также, несмотря на обыски и задержания сторонников Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6 тысяч человек, а по всей стране в 14,5 тысяч. Но даже, скажу так, что понятное дело, что данные МВД, они всегда очень сильно занижены. Но даже эти данные, 6 тысяч в Москве и 14,5 тысяч по стране, это максимум официальной оценки с начала несогласованных акций с начала текущего года. Так что, друзья мои, надо сказать, что митинги, которые проводились 22 апреля, были самыми массовыми даже по мнению МВД. Открытые медиа на основе данных мапчекинг только в основной точке сбора в столице насчитали 25 тысяч человек, а всего по России до 50 тысяч. Ну, как обычно, наверное, истина, она где-то находится посередине по количеству людей, участвовавших в акции. Но самое главное заключается в том, что в России практически не было каких-то жестких задержаний, буквально за исключением нескольких эпизодов. В столице задержали всего 26 человек. Решение жестко не винтить, не снабжать медиа картинками российской действительности накануне климатического саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена было принято в Кремле. Так считают некоторые средства массовой информации. И об этом говорят источники также в администрации президента. А власти решили попробовать новую тактику подождать, когда митингующие просто разойдутся сами. Ну и в общем-то в Кремле ожидали, что на митинге выйдет несколько меньшее количество людей. И это позволит обойтись без излишнего применения силы. Но на самом деле вот эта мягкость в Москве, она была с лихвой компенсирована в Санкт-Петербурге. Я совершенно не понимаю, почему питерские полицейские применили такие жесткие меры к протестующим в своем родном городе. Там задержали 669 человек. Это максимальное значение по всей России. Людей избивали ногами, массово применяли электрошокеры. Там есть факты переломанных ног у тех, кто участвовал в акции. Ну и в общем-то зачем это все было делать совершенно непонятно. Тут есть несколько кстати факторов, почему в целом по стране не было каких-то прям жестких практически этих задержаний. Да, применение там какой-то спецтехники и так далее. Во-первых, Владимир Путин выступает, примет участие точнее вот в этом самом климатическом саммите. Во-вторых, день акции протеста совпал с посланием к федеральному собранию, где Путин наобещал немало чего хорошего и позитивного для российского населения. Было бы не очень хорошо, что вот вроде наобещали. И тут же бьем вас дубинкой. Ну и с другой стороны, в общем-то, наверное, в Кремле решили немножечко изменить тактику борьбы действительно с вот этими протестными акциями и не пресекать их жестко, а наоборот дать людям, в общем-то, пройтись, прогуляться, а потом самостоятельно разойтись. Может быть, надеются на то, что все это дело затухнет. Ну вот, кстати, напишите, что вообще думаете по поводу вот этих протестных акций. Участвовали, не участвовали, поддерживаете, не поддерживаете. Как вы думаете, действительно ли в Кремле решили изменить тактику и почему питерские полицейские так жестко избивали собственных же горожан? Вот, друзья мои, ну есть еще одна негативная такая новость для российской экономики. Вот мы говорили про прогнозы по росту экономики в этом году. Но сейчас давайте поговорим про рост просрочки по потребительским кредитам. По данным на 1 апреля, доля просроченных долгов россиян по потребительским займам составила 25% от всего портфеля кредитных организаций. Это на 5% больше, чем год назад. Такой прирост является максимальным среди всех видов кредитов по физлицам. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов на 1 апреля выросла также почти на 5%, до 30%, автокредиты выросли буквально там на 1%, 7,5% сейчас. Ну и традиционно по ипотеке просрочка не такая уж значительная, там всего лишь на все 1,5%. Что интересно, доля просрочки по кредитным картам за год сократилась, что, кстати, крайне интересно, и составляет сейчас порядка 7% на 1 апреля. Вот такие вот данные нам приводит Национальное бюро кредитных историй. Но вообще, на самом деле, рост просрочки по потребительских займам и такой существенный рост просрочки, конечно, говорит о том, что российское население чувствует себя, ну, скажем так, с финансовой точки зрения не очень хорошо. И вот на это обращает внимание как раз Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному собранию, с которым он выступил, соответственно, вот совсем недавно. Повышение качества жизни людей – это центральная задача, подчеркнул Владимир Путин. Ее решению, по его словам, должны быть подчинены усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития и даже Академии наук. Реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, заверил президент и анонсировал новый пакет помощи для россиян. Так вот, что пообещал нам президент? 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты в середине августа получат семьи с детьми, школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в среднем чуть больше 5,5 тысяч рублей будут получать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет. А тут же в интернете, кстати, появились мемы о том, какие очереди будут на следующий день в ЗАГСах, и какое количество людей решит развестись ради того, чтобы получать эти вот выплаты. Почти 6,5 тысяч рублей предусмотрены для беременных, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, ну а больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут платиться в полном объеме, вне зависимости от стажа работы. Ну, что сказать, на самом деле, очень, конечно, все хорошо. Немножко плохо, что выделяют деньги, наверное, на школьников прямо перед выборами в Госдуму. В общем-то, это вызывает определенного рода вопросы всевозможные, ну ладно, бог бы с ним. В любом случае, поддержка граждан, поддержка малоимущих семей, многодетных семей, поддержка семей вообще в принципе с детьми, это очень-очень хорошая, конечно же, мера, которая вообще во всем мире сейчас практически практикуется. Мы довольно часто в наших видеороликах говорили о том, что в Соединенных Штатах Америки тоже выделяются средства для населения, там, правда, они выделяются в гораздо, конечно, больших объемах, но хотя бы вот такие деньги выделяются сейчас у нас в России, и то уже хорошо. В итоге будет чем кредиты закрыть, будет чем купить там школьные принадлежности детям, будет на что жить какое-то время, да, и в общем-то и то неплохо, и в экономику эти деньги в конце концов поступят. Вот уже интересно, кстати, что по этому поводу говорят некоторые политологи. Вот так вот Федор Крашенинников говорит, что, возможно, президент был бы и рад продолжить размахивать саблей, но ему, похоже, объяснили, что все эти красивые позы уже никого не вдохновляют. И единственный способ простимулировать людей, это просто раздать денег. Ну, что вы думаете, кстати, по этому поводу, тоже пишите в комментариях, вдохновляет ли вас размахивание саблей от Владимира Владимировича Путина. Вот он в последних посланиях Федеральному Собранию рассказывал там про какие у нас сильные ракеты, корабли, космическая отрасль. Вот вас это больше вдохновляет или то, что нам раздадут с вами денег, друзья мои? Ну, надо сказать, что на послание президента Федеральному Собранию рубль, в общем-то, на него отреагировал некоторым укреплением, но в целом картинка не поменялась, поэтому я свой прогноз по рублю менять не буду. В предыдущем видео я как раз показывал вам техническую картинку, где я показывал, собственно, куда рубль может выйти, до каких значений дойти. Кто не смотрел, обязательно посмотрите это видео. Ну, а сейчас давайте в завершение, как обычно, поотвечаем на вопросы, которые вы мне пишите в комментариях под моими видеороликами. Если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я вам ответил, пишите их в комментариях к этому видео. Дима Романенко пишет. Здравствуйте, Глеб. Раньше у вас было 4 кривых на графике, а теперь 2. Почему вы отказались от остальных? Действительно, раньше я использовал 4 скользящие средние. Это 21, 89, 144, 190 на графиках. Но 89, 144 они практически дублировали то, что показывало 190 скользящие средние, чтобы не засорять график, я их убрал. По сути, мне 21 и 190 сейчас более чем достаточно. И на самом деле я вообще сторонник, кто проходил мои какие-то курсы обучения, кто был у меня на вебинарах. Вы знаете, что я сторонник того, чтобы на графике было как можно меньше индикаторов, как можно меньше всяких линий, клеточек, сеточек и так далее. Потому что чем более чистый график вы оцениваете, тем, соответственно, более правильные ваши прогнозы будут. Так что вот поэтому я и убрал лишние скользящие средние. Светлана Мартыновская спрашивает. Как можно открыть несколько инвестиционных счетов, если согласно российскому законодательству гражданин имеет право открыть только один инвестиционный счет? Ну, смотрите, здесь, Светлана, нужно не путать индивидуальный инвестиционный счет. Действительно, индивидуальный инвестиционный счет у российского гражданина может быть только один. А если мы говорим в принципе про инвестиционные счета, не индивидуальные, не ИИС, а просто брокерские счета у брокеров, собственно, то вы можете иметь какое угодно количество различных брокерских счетов. У меня и на Форексе достаточно большое количество счетов у самых разных брокеров. И на фондовом рынке я пользуюсь услугами не одного брокера, а нескольких. Причем есть брокеры, которыми я пользуюсь для участия в IPO, есть брокеры, которыми я пользуюсь для того, чтобы, собственно, покупать дивидендные бумаги. Есть у меня отдельный брокер, у которого я открыл счет, где покупаю дивидендные бумаги в портфеле для своей дочки. Есть отдельный брокер, на котором я покупаю акции роста. И все это разные счета, это все разные брокеры. Поэтому, в общем-то, брокерских инвестиционных счетов вы можете иметь какое угодно количество. А вот индивидуальный инвестиционный счет действительно должен быть только один. Ну и UFS Official, почти UFC Official, да, спрашивает, сколько стоит у вас обучение? Друзья мои, стоимость обучения зависит от того, какую конкретно программу вы для себя выбираете. Я под этим видео обязательно оставлю ссылку на наш сайт, на сайт Аналитики Онлайн, где вы можете ознакомиться с актуальным расписанием наших предстоящих тренингов, посмотреть, какие там будут цены. И, кстати, мы анонсировали очередной поток мастер-группы, который у нас состоится уже в сентябре. И сейчас на старте запуска этого курса буквально несколько мест мы отдаем по старту мега-мега выгодным ценам. Поэтому, если вы не были на предыдущей мастер-группе и хотите записаться на следующую по самой выгодной цене, готовы планировать на сентябрь, то тоже ссылки все будут в описании к этому видео. Переходите, записывайтесь, ниже цен не будет уже 100%, они последовательно будут повышаться. На этом на сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. Жду вас дальше в комментариях. Всем пока-пока.